Вот написал Лев Николаевич Толстой о борьбе с ленью в своем дневнике. Лев Николаевич корил себя за тягу к развлечениям и часто вспоминал Александра Дюма, который писал по два романа в неделю. Открытки с дневника писателя. 3 июня 1852 год. Сколько времени я стараюсь образовать себя, но могу ли я улучшиться? Пора бы отчаяться, но я еще надеюсь и рассчитываю на случай, иногда на привидение. Надеюсь, что что-нибудь возбудит во мне еще энергию, и не навсегда я погрязну с высокими и благородными мечтами о славе, пользе, любви в цветном омуте мелочной, бесцельной жизни. Ложусь, ну, в смысле спать. Вот такая была запись в дневнике. Далее, 5 июля 1909 год. Еще одна запись. Самый трудный критический возраст, это когда человек перестает телесно расти, сильнеть. Я думаю, около 35 лет. Развитие, рост тела кончается, должно начинаться развитие, рост духовный. Большей частью люди не понимают этого и продолжают заботу о росте телесном. И ложное взятое направление бывает губительным. 6 сентября 1854 года. Главные мои недостатки, пишет Лев Николаевич. Первое. Неосновательность. Под этим я разумею, двоеточие перечисляется, нерешительность, непостоянство и непоследовательность. Второе. Неприятный тяжелый характер, раздражительность, излишние самолюгии, тщеславие. Третье. Привычка к праздности. Буду стараться постоянно наблюдать за этими тремя основными порогами и записывать всякий раз, что буду впадать в них. Другая запись от 11 июля 1854 года. Перед вечером написал очень мало. Почему? Лень, нерешительность и страсть смотреть свои усы и фистулы. За что я делаю себе по два упрека. 10 и 11 января 1954 года он написал следующее. Встал очень поздно и от холода ничего не мог делать. После обеда ушел к Жекевичу и безалаберно провел весь вечер и ночь. Далее пишет. Первое. Валялся. Второе. Падал духом. Третье. Злился. Ударил кошку. И вообще забыла правила. Пятая гадала. Кошку ударил. Я больше не ударил. 17 января 1855 года. Лев Николаевич пишет. Я пропал, нежели не исправлюсь. С теми данными характера воспитания, обстоятельств и способностей для меня нет середины. Или блестящая, или жалкая будущность. Назначать вперед деяния сначала как можно меньшие и легкие. Главное, не противоречащие одни другим. 5 июля 1855 года пишет сын Евгений Николаевич. Факты. Двоеточие. Лень. 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 12 июля 1855 года. Он записал такую. Сделал такую запись. Целый день не писал им ничего. Читал Бальзака. Занимался только ящиком голову. Первое. Лень. Второе. Лень. Третье. Лень. 5 декабря 1888 года. Запись в дневнике. Преступно спал. Следующая запись. 3 сентября 1884 года. Ходил за грибами. Тосковал. Шил. Далее. Ну, Шил. Да. 12 мая 1884 год. Пытался не курить. Подвигаюсь. Но хорошо видеть свою дрянность. И, наконец, 9 марта 1884 года. Запись в дневнике. Все работают, кроме меня. Вот эти были выдержки из дневника Льва Николаевича Толстого о борьбе с ленью. Ну, как мы сами знаем, многие творческие люди страдали этим духом. Спасибо за внимание. Спасибо. Спасибо. Спасибо.